Всем привет, друзья! Вы на канале Фартовый Коллекционер. И в этом выпуске мы посмотрим, какие редкие и дорогие монеты Украины можно сейчас приобрести для себя в коллекцию на сайте Виолити. Посмотрим, какие лоты нам предлагаются, какие цены, и расскажу вам немножко, почему эти монеты столько стоят, и какая у них перспектива роста. Если у вас есть подобные монеты, вы можете предлагать как мне в Инстаграм, так и выставлять их на площадку Виолити. Ссылочку я оставлю в описании. Ну что ж, давайте смотреть. Мы видим у нас раздел называется «Монета Украины для обращения и пробные». И начну я с самого такого важного, самого частого вопроса, которым не задают. Это 50 копеек в неродном металле в меди. Очень много мне присылают в Инстаграм людей фотографии 50 копеек 92 года с подозрением на то, что они сделаны в меди. На самом деле, друзья, это настолько часто, то есть порядка 20 сообщений, 30 сообщений за несколько дней мне приходят именно про эти 50 копеек. Если они попали в какую-то агрессивную среду, обычные 50 копеек, или запачкались, или какая-то у них патина специальная, патина появляется, это не значит, что они выполнены из меди. Потому что в основном медные или другие монеты из неродного металла, а 92 год у нас был на латунных заготовках, они чеканились только из неродного металла, только в качестве проб, каких-то экспериментов, когда нужно было протестировать что-то. Бывали, конечно, заказухи, когда монетки делали на серебряных заготовках, на золотых, там еще на каких-то других монетах. Но, друзья, это очень-очень большая редкость встретить такую монету. И зачастую такие монетки в неродном металле, во-первых, визуально можно отличить. Вот посмотрите, вот так выглядит монета не в патине, не в грязи, а именно на медной заготовке. И их можно также обсуждать на форумах, когда вы выставляете на фотографию вес на форум, там, например, на форум Виолити, ну, есть еще много разных форумов, где можно это разместить. И вам дадут оценку эксперты. Но зачастую, друзья, не стоит заморачиваться, потому что в обороте встретить их, ну, я думаю, нереально просто. Давайте также посмотрим, какие еще бывали у нас. Мы видим, что и 10 копеек также. Ну, это, я бы сказал, пробный формат чеканки. Вот мое такое мнение, когда, ну, либо пробовали, либо, например, это была просто хулиганка. Зачастую потому, что, ну, не было смысла выпускать монеты в меди, их не чеканили большими тиражами, потому что это очень-очень дорого и невыгодно для государства. Поэтому они очень интересные, малотиражные монетки. Эти все монетки я оставлю в описании, ссылку на них. Вы сможете поучаствовать в торгах или посмотреть, за сколько эти монеты будут проданы. Давайте следующую монетку, которую я вам выбрал из списка рекомендаций, 50 копеек 96-го года, поворот. Вот такое возможно, потому что подобные повороты встречались. И действительно, эта монета у нас 96-го года, это не новодельный формат. То есть это не сейчас монеты, которые производятся. И можно подозревать их в том, что каким-то образом кто-то специально чеканит. 96-й год, это на Луганском станкостроительном заводе, такая монетка чеканилась. И вполне вероятно, что могли допустить такой брак, либо даже их просто игрались или не обращали внимания, каким образом там расположены данные штемпели при чеканке. Так, давайте дальше. Посмотрим, в принципе, это интересно довольно-таки в коллекцию, кто собирает повороты. Тем более, довольно большой градус этого разворота. Видите, на самом деле, если вы присылаете на оценку мне монеты иностранные, у них такое расположение считается стандартным зачастую. И когда мне присылают американские монеты, говорят, вот смотри, у нас поворот, у нас там нарушение соосности сторон. Друзья, ну у них так-так монеты выглядят. Это для них норма. А вот для украинских монет, нет, для украинских у нас расположение другое. Давайте посмотрим дальше. Реверс-реверс, ну это однозначно заказные монеты, потому что не было смысла тестировать. И они на латунных заготовках выполнены. Но все равно довольно интересно. Есть у нас, получается, и аверс-аверс, и реверс-реверс. Лично мне нравится там, где с трезубцем у нас, а с аверсом. Ну, в принципе, те, кто коллекционирует, я думаю, тоже эта монетка интересна. Пока ставок нет, потому что цена довольно большая. Конечно, если поставить с одной гривны, можно было посмотреть, сколько она наберет. Можно 5 тысяч, 7 тысяч. Ну, примерно такие бывают цены. Вот это необычный формат. Я не часто встречаю. 5 копеек с 2-го года. Видите, торги у нас еще идут до 21-го числа. Это инкузный брак. Что это значит? Это значит, еще по-другому, он называется залипуха. То есть, когда на штемпеле приклеивается монета, то есть, она начеканила и осталась. И потом следующая монета чеканится уже этой монетой. И получается вот такой вот брак. На самом деле, это ни в коем случае не английский чекан, не вдавленный герб. Это вот видите, как обратная сторона, как мы здесь видим. В целом, очень нечасто я встречал такие браки. И я даже не знаю, насколько вероятность большая в таком вот браке. Хотя тиражи у нас монет были сумасшедшие. То есть, вполне вероятны какие-то ошибки, погрешности. Вот такие вот, когда залипает, собственно, заготовка. Но тут даже сейчас сложно, я не возьмусь угадывать, сколько наберет данная монетка. Потому что все зависит от желания положить эту монету в коллекцию. Друзья, давайте посмотрим, что еще у нас такого интересного. Я для себя открыл вот из этого раздела на заготовке 5 копеек. Помните, я вам говорил в начале ролика, что бывает, что монетки делают на неродных заготовках, чеканят. И в целом, в руках я пока не держал такого плана заготовок. Если, кстати, у кого есть и кто готов прислать мне на обзор, ссылочки на мои контакты в инстаграме будут в описании. Пожалуйста, я с радостью покажу вашу монету, расскажу о ней больше. Потому что вот конкретно на других заготовках, на 5 копееках я не держал. Это действительно прям интересно взвесить, посмотреть, сравнить штемпели, посмотреть разновидность, вес замерить. Но, как мы видим, здесь идут торги, идут торги. Есть, конечно, ссылочка на обсуждение, куда можно обсудить. Видим, что у этого продавца есть и другие монетки, более простые. Но в данном случае необычный формат. Нужно изучать монету лично. Вот, вы знаете, я не смотрел ее по фотографиям. Ну, все вроде гуд, но нужно посмотреть, чтобы... Кстати, почему-то эксперты тут не отписались в лоте. Нет какого-то ажиотажа, как видите. Вот, ну, по цене мы видим, цена довольно существенная. Давайте дальше посмотрим. Это у нас 15 копеек из алюминия. У меня, кстати, была такая возможность купить для себя в коллекцию эти... Ну, не эти конкретно, но другие 15 копеек в алюминии. Почему-то мне вот не очень. Больше латунный нравится. И как мы видим, здесь, скорее всего, соударение штемпелей. Когда штемпель без заготовки друг о друга бьются. И у них они деформируются. И потом вот этими штемпелями уже с, скажем так, с этим браком чеканятся новые монетки 15 копеек. Да, номинал я уже рассказывал и показывал на своем канале. Есть у меня прям обзоры нескольких монет и соударением, и без соударения. Монета интересная. Видим, что торги идут. Ну, вопрос только, хотите ли вы себе в конкретном данном металле. Я обязательно оставлю ссылку на этот лот. Возможно, вы хотите купить конкретный 15 копеек себе в альбом. Это, в целом, довольно стоящая, интересная монета. Потому что она еще и пробная. Видим, тут 4 ягоды. То есть, в целом, претензий каких-то к этой монете нет. Я думаю, если сейчас для вас актуально и есть бюджет, самое главное, на покупке, то покупайте. Это прикольно. Давайте посмотрим, что у нас еще есть. 50 копеек мы видим. Тут у нас Avers, Avers. Так, давайте полистаем немножко из того, что я еще не показывал. Вот пробные 15 копеек. Видите, цена стоит за 20 тысяч. Дороговато. Люди пока не готовы заплатить. Хотя здорово, что есть предложения, если вы созреете, можно перейти, бам, и купить себе. Но по факту я бы немножко, может быть, сейчас дешевле оценил. Потому что рынок диктует цену. Когда-то они растут, дороже продаются, когда-то дешевле. Вопрос от количества предложений. Так, давайте смотреть. Луганский чеканг мы видим. Это тоже интересно. Всегда они пользуются спросом. Давайте посмотрим, какие предложения необычные. Опять же, у нас луганский чекан есть. Эта гривна, которую я вам показывал, 1996 года, 50 копеек. Главное, чтобы они были с мелким гуртом, друзья. Обязательно проверяйте, какой гурт. Тут вам показал уже этот нарушение соосности сторон. Обязательно обращайте внимание, когда получаете монетки на сдачу. Вот мелкий гурт. Эта монета вполне наберет себе 500-700 тысяч гривен. То есть, вполне это интересно. Пробные монеты 25 копеек у нас. В целом, вот я так иногда захожу. Раз в недельку пролистываю, какие здесь лоты есть. И смотрю, что бы мне хотелось к себе в коллекцию. Какие сейчас цены на рынке. Мы видим 25 копеек, кстати, вот с Аверсом Аверсом. Вот, давайте дальше посмотреть. Кстати, друзья, хочу обратить внимание, бывает такое, что продают монеты непосредственно из наборов. Из наборов достают набор и туда их добавляют на продажу. Вот смотрите, давайте откроем. Вот наборные 10 копеек. По годам в целом у них повышенное качество чеканки. К сожалению, видите, патина у них появилась. Это от наборов. Такая проблема действительно на украинских наборах. Почему-то монеты начинают потом покрываться патиной от того картона. Я не знаю, или каким-то образом это происходит. Так, 96-го года обычная гривна. Мне показалось, она тут с какой-то патиной красивой. Но в целом это дороговато, как сейчас. Плюс еще доставка. Не интересен конкретная монета. Давайте дальше у нас наборы. Видите, в патине 25 копеек у нас из годовых наборов. Мы видим повороты. Так, так, так. Ну, пока у меня не цепляется глаз, чтобы купить. Вот смотрите, ага, вот гривна 2016 года. На самом деле довольно перспективная, интересная монета. Она связана с тем, что, во-первых, гривны желтого цвета у нас будут выводить. Рост на нее есть. Она в блистере тоже интересна в таком формате. То есть можно обычные было доставать из наборов или как-то. И вот продают иногда в блистерах. В целом видим, что торги идут. Тираж у нее очень схож с монетой 95-го года 1 гривна. Потому что здесь 60 тысяч. Ну, конечно, к 95-го года там она побывала в обращении. И у нее состояние гуляет. А здесь состояние всегда в основном хорошее. Ну, кроме тех вариантов, когда там патина покрывается. Если она из наборная монета. Вот, они начинают темнеть. Поэтому, вот, то есть это немножечко-немножечко дешевле. Но плюсов у этой монеты очень много. Потому что она красивая. Она изображает украинскую единицу. Это вообще символ, да, скажем так, гривна нашей валюты. Так, давайте посмотрим планшеты. Видите, продают пустые планшеты. Соответственно, монетки все достались. Переложили к себе в альбом. Либо распродались поштучно. Кому какой не хватает. Вот мы видим, как раз это гривна, про которую я вам сказал. Давайте посмотрим дальше. Ну, в целом, в целом все. В целом, вот сейчас такой вариант. Такие у нас монеты для обращения и пробные выставлены. Можно, конечно, еще полистать вниз. Я про некоторые уже рассказывал. Про серебряные платы в прошлом своем выпуске. Про некоторые пробные монетки я рассказывал, друзья. Но, в целом, я рекомендую вам заходить на сайт. Просматривать раз в неделю, что тут у нас есть. Потому что что-то интересное бывает, действительно, выстреливает. Такое, возможно, что у вас есть в коллекции. И вы там пересмотрите. Возможно, вам нужно ее поменять или продать. Или, например, вы что-то нашли. Вы можете выставить сюда на продажу свою монету. Друзья, спасибо всем, кто посмотрел этот выпуск. До встречи во вторник. Пишите ваши комментарии, какая монетка была для вас интересна из этого выпуска, чтобы вы купили. И всем пока.